Добро пожаловать на территорию Божьего Царства, чудес, исцелений и движения Святого Духа. Мы в студии с пастором Сергеем Марининым, пастором из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основатель движения исцеления священники Господа, продолжаем говорить о теме божественного исцеления. Продолжаем. Приветствую всех, дорогие друзья. Очень приятно, очень приятно то, что мы вместе двигаемся в пробуждение России. Аминь, аминь. И пастор Сергей, я сегодня вот с особым таким трепетом и как бы осторожностью хочу задеть, я думаю, что важную тему. В сфере божественного исцеления, которая касается конкретных каких-то ситуаций, множество людей в России, она связана с самоуверенностью какой-то. Вот хочется провести сегодня где-то, попробовать, по крайней мере, с помощью Духа Святого, границу между божественной верой и самоуверенностью человека. Однажды интересную мысль сказала Кори Тенбум, это такая женщина, которая во время фашистской Германии, ее семья спасала евреев от нацистов. И она сказала такую мысль, когда дьявол не может удержать нас позади, он пытается толкнуть нас вперед так сильно, чтобы мы потеряли чувство меры. Я думаю, что вот эта мысль, она очень-очень ярко передает вот то, о чем я хочу поговорить. Что я сам, слава Богу, буквально там может быть одна из ситуаций, где я оказывался в такой позиции, в таком положении, где я хотел видеть чудеса. И я как бы из такого сильного желания, стремления видеть чудеса говорил какие-то неразумные рекомендации давал людям. Например, женщине я сказал там, снимите гипс, вам не нужен больше гипс, потому что вы вот исцелены. Или я слышал такие истории, когда люди говорят, ну вот у тебя диабет, мы за тебя помолились, больше не принимай инсулин, хотя он жизненно необходим человеку. И к сожалению, люди умирали вот из-за таких рекомендаций. Я хочу покаяться от лица церкви, от лица тела Христова перед всеми телезрителями, которые видели трагедии в своей жизни, может быть, в жизни своих близких людей, от служителей. Я просто прошу прощения у вас за такое невежество, к сожалению, которое присутствовало или может присутствует. И мы хотим исправить эту ситуацию, потому что есть мудрость, есть божественная любовь, которая больше, чем вера. Есть забота о человеке, о чем нам нужно помнить, что нам не нужно настолько сильно, не то чтобы сильно, вот есть фанатичность, да, какая-то, какая-то, может быть, не знаю, от дьявола, который может посеяться в жизни человека. И есть божественная вера. Вот, пастор Штеги, у вас какие-то есть мысли вот на этот счет? На самом деле страшное явление. И это реально религиозный дух и столько историй в церквях, тогда, когда люди гибнут, отказываясь там от какой-то медицинской помощи, от лекарств, говоря просто, умирая просто на устах с именем Иисуса. И я видел эти случаи, я сталкивался с ними. И на самом деле, ну, это трагедия. Это, знаешь, такой религиозный фанатизм, который присутствует, ну, вот, в христианском мире. И, знаешь, когда человек сталкивается с проблемой, во-первых, конечно же, мы не имеем ни морального, никакого права, вот, говорить, если это проблема на человеке. Допустим, вот какой-то диагноз, и ты говоришь ему, то есть, подобные вещи, там, ходить на операцию, не ходить на операцию, там, отказываться, не отказываться. Он сам принимает решение. Это, во-первых, это его личная ответственность. Ты не можешь, вот, ну, за него решать, решать, вот, ну, такие вопросы. Это, во-первых. Во-вторых, когда человек, вот, ну, говорит о том, что, допустим, ему показана операция, вот, когда у меня были, там, проблемы какие-то, да, вот, я рассказывал на какой-то передаче, вот, проблемы, там, со зрением, да, и мне была показана операция, и был серьезный вопрос, связан вообще со зрением. Показан от врачей. И мне нужно было, ну, то есть, живя с Богом, мы, ну, и находимся с Богом. И все обстоятельства, в которых мы находимся, то, что мы проходим, мы, мы имеем вот это разумение, мы имеем вот это чувствование, то есть, как нам поступать, Бог ведет нас, нам нужно, нам нужно слышать Божий голос, вот. И, ну, в моем случае, когда мне была показана вот эта операция, я услышал, Бог прям лично обратился о том, что, нет, я, мы пройдем это по вере таким образом, что, вот, ну, я слышал прям так, я сделаю это сам, ты увидишь, ты увидишь чудо, вот, я прикоснулся, и он мне начал показывать, просто проводить такие, знаешь, вот, такие уроки веры, где я прям увидел какие-то принципы, я увидел какие-то вот, ну, духовные закономерности, и для меня это был такой богатый опыт. Но я лично услышал, но когда, вот, часто бывает, человек прочитал, мы все имеем вот, вот, Библию, мы все имеем Слово Божье, где очень четко написано, да, ранами Иисуса Христа я исцелен. И вот, как информация, как слово, это недостаточно, чтобы, вот, принимать такие решения, ты должен внутренне ощутить, ты, знаешь, это, вот, абсолютное, вот, такое, я знаю, что я знаю. Да. Вот, я был однажды, вот, я пришел к Богу через то, что Бог исцелил меня от цирроза печени, вот, такая жизнь у меня была, вот, что заработал. И как было, как проявилось это исцеление? Да, вообще, вначале не на физическом уровне, а на внутреннем, вот, знаешь, я был уверен, что я исцелен, я был уверен. И когда я пришел домой, я начал кушать еду, которую она вообще противопоказана была, но я был уверен, я стал есть. И признак, вот, ну, то есть, вот этой уверенности было подтверждение, то есть, аппетит. Я, я вообще месяцы, месяцами, я не помню, я, у меня было отвращение к еде, я ничего не ел, пища не переваривалась. Но вот этот аппетит, я набросился на эту еду. Но когда человек просто вот через знание, что Бог хочет исцелить, и вот он говорит, я верю, это часто похоже на, ну, на знание. Ну, понимаешь, ты должен во всем этом услышать. Пасыр Сергеевич, если бы к вам пришел человек с такой, с таким диагнозом, как у вас, с вашей, вот, с такой подобной ситуацией, вы бы ему сказали бы, вот, не идти, допустим, на операцию? Ну, никогда. Вот я вообще не помню ни одного даже случая. Вот знаешь, вот Бог просто дал мудрость. Я никогда никому не сказал бы и не говорил, тебе нужно. Даже если мне Бог, он же говорит, ранами Иисуса Христа, он исцелен. Твоя вера может быть на другом, вообще на другом уровне от этого человека, но он сам принимает решение. Ты не можешь, то есть, вот, ну, взять за это ответственность. Это не так работает. Он сам, это лично его битва. И вот так, но мы рядом, но мы молимся, да. При этом мы с вами не отвергаем то, что Бог использует медицину. Может использовать медицину? Врачей используют? Да Бог все, что удобно, он и ослов использовал. Но мы должны стремиться к тому, что Бог исцеляет. Но каждый из нас находится на разных уровнях. И мы не можем, понимаешь, вот сказать, как мы чувствуем, как мы стоим на слове, мы молимся за человека, но он принимает решение. То есть, я понимаю так, что самоуверенная вера, она приходит через гордость. Потому что дьявол может, будет испытывать, и мне кажется, каждый, кто начал двигаться сверхъестественной жизнью, он будет испытан гордостью и самоуверенностью, чтобы начать действовать без Духа Святого, начать какие-то, ну, какие-то, говорить самоуверенные вещи людям. Вот, и нам здесь нужно смирение. И Божья мудрость. Да, смирение и мудрость. Мы приходим тогда к вопросу, как слышать Бога вот в таких ситуациях. Потому что, ну, вот люди сталкиваются с каким-то диагнозом, сталкиваются с какой-то вот болезнью близкого или своей. Да, сто процентов. Когда человек сталкивается вот с подобной трагедией, с каким-то диагнозом, что обычно? Обычно это вот, ну, страх, это состояние, ну, знаешь, не очень близкое тогда, когда вот нам, мы способны слышать Бога, мы способны быть вот уверены. И человек взывает, и даже это, знаешь, близко с таким состоянием, что ты уверен, что вот молитва идет, поклонение идет, то есть, как бы, и, но вот если внутри суета, если внутри вот тревога, это нужно вот, ну, войти в мир Божий. Там его голос. Обычно даже, знаешь, есть выражение «Бог говорит тихо», «Он спокойно», потому что Он есть, Он в покое, потому что Он абсолют, потому что это стопроцентное знание, это вне времени, Он знает все, и Он говорит нам из своего, вот из этого покоя, своего царства. И нам мы вот начинаем слышать, когда мы способны вот успокоиться. – История учеников, да? – Да, да, сто процентов, то есть, когда вот они попадают в этот шторм, у них даже мысли не было реально приказать там или что, то есть, там суета, а Он был в покое. И вот, когда мы берем вот этот стих, да, вот это местописание, мы обычно проповедуем, вот Он приказал, вот Он остановил, но нам нужно также не забывать, на основании чего Он был способен приказать и остановить. Он все это делал из покоя, Он был, я знаю, что я знаю, понимаешь? И вот это состояние, когда мы слышим, тогда, когда мы способны стоять на слове, способны двигаться по слову, получать откровения, слышать его голос, но когда человек сталкивается вот с какими-то смертными вещами, там, какой-то диагноз, там, рак, там, еще что-то, ты видишь, и знаешь, мы обычно в этом состоянии, вот человек приходит, начинаем спрашивать, а веришь ты, а не веришь ты, но я немного вообще видел, знаешь, таких там раковых больных, там, последней стадии. Конечно, он будет, там, 20 лет верующий, но он по умолчанию говорит, ну да, я верю в Бога, да, он говорит правильные вещи, он знает о них, но внутреннее состояние, оно, оно кричит, и это не состояние веры, и мы часто, знаешь, можем потерять время, человек вообще умрет, уйдет, то есть, как бы, от того, что мы хотим, вот, потребовать с него веры, то есть, ты давай верь, часто тебе нужно, вот, в этих случаях тебе нужно двигаться по своей вере. Состояние покоя важно, важно привести человека в покой, вот, когда, но, вот, люди переживают, да, вот, случай, там, у одной мамы, там, заболел ребенок, и она взывает к Богу, она молится, она кричит, и ничего не происходит, и соседка тоже верующая, она заходит к ней, Маш, иди помолись, мальчик вот болеет, там, 40, температура, Маша приходит, возлагает руки, она, понимаешь, она знает, что она знает, нет вот этого материнского такого, знаешь, вот этого крика, эмоций. Вовлеченности эмоционально нет. Да, нету. Она стоит на слой, она пришла, спокойно возложила, я знаю, что я знаю, и все, ребенок через час, все, температура 36,6. Что не так? Я, я молюсь, и я, я переживаю, говорит Бога, я чувствую Бога. Вот, вот это состояние, оно, знаешь, часто, вот, это как раз-то, вот, часто такое состояние, когда дьявол начинает пользоваться, вот, этим состоянием, и обольщать тебя, и вот, как-то, вот, понимаешь, такие ловушки, нам нужно успокоиться. Я вижу, вот так вот наблюдая, что есть, есть категория людей, я таких людей называю людьми веры, которые научились в этом покое пребывать, вот, вот, они раскусили вот этот орешек, для кого-то он крепкий, они настолько, что они, вот, остаются в этой тревоге, хотя, там, десятилетиями верующими знают Библию, но, вот, никак не могут прийти к этому покою. Но Бог говорит в покое. Бог говорит в покое. Его можно услышать во время покоя, получить откровение, Рема, да, вот это вот слово, на которое мы встаем, и оно начинает работать в нашей жизни, в конкретной ситуации. Да. Другие случаи, я думаю, связаны вот с этим таким религиозным фанатизмом, когда, вот, человек, вот, как ты говоришь, он самоуверен. Вот, вот это самоуверенность. Натягивает, как бы, на себя. Да, он, вот, открывает Библию, да, я, это прям конкретный случай. Несколько лет назад один брат, мы сидим там у себя на турбазе, у нас на отдыхе, и, вот, я прям сижу, мы разговариваем, и у меня прям знание, прям Дух Святой мне говорит. Я ему говорю, послушай, тебе нужно обратиться к врачу. Я вижу, вот, ну, и вообще для меня это даже было неожиданно, то есть, иди ко врачу вообще. И этот человек, то есть, этот брат, он верующий тоже много лет, и он, он, он меня начал обличать. Сергей, ты, говорящий об исцелении, который учит об исцелении, ты меня что, в больницу посылаешь? Я говорю, ну, ну, вот получил, вот, 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 чувствую, вот, поделился. Вот, и он сагнорировал вот эти моменты, через буквально несколько лет, несколько дней его увозят на скорой, прям экстренно в больницу, и ему ставят диагноз, причем уже какая-то стадия, там, предпоследняя стадия рака, вот. И он в тяжелом состоянии, настолько вот все агрессивно. И я, мы начали ходить к нему, возлагать руки, я там общался с врачом, он говорит, вот, если бы, вот, чуть пораньше бы он обратился, мы могли бы здесь вот, и он еще какое-то время боролся, и вот, вот такие моменты, такие моменты. Дорогие, я думаю, что, нам сложно, я думаю, что, да, пастор Сергей, вот какие-то дать конкретные, вот, там, вот в этой ситуации делать и так, в этой так, в этой так, но нам нужно научиться божественному миру, водительству Духа Святого. Иногда людям, может быть, вот, их вера на таком уровне, что им легче поверить пойти, вот, ну, к врачу обратиться, пойти на операцию. И это будет в их ситуации, вот, учитывая их веру, культуру, в которой они выросли в сфере божественного исцеления. Они, может быть, не могут преодолеть вот эту тревогу, да, но они вот, как бы, максимум, на что сейчас способны, или вот выходом для них, может быть, это обратиться к врачам и получить вот выздоровление через какое-то вмешательство, там, хирургов или медицины, но если, конечно, мы понимаем, что идеальная картина, вот, к чему мы идем с вами, да, с чем связано движение священников и вообще движение Духа Святого в России в сфере исцеления, чтобы мы все получали через сверхъестественное исцеление. Да, мы, как церковь, мы ходим в божественном здоровье, мы можем ходить в божественном здоровье, мы можем, мы должны стремиться к этим вещам, в тебе источник, а у тебя есть, у тебя есть отношение с Богом. И мне очень нравится, вот, как однажды Самрал сказал, вот, о вере, вот, вера – это мое отношение к жизни, то есть это, вот, все эти обстоятельства, которые окружают меня, как ты, как ты будешь относиться к этому, вот, твое отношение, вот, мы же ко всему, что окружает, трагедия или еще что-то, Мы реагируем. Мы реагируем. И вот он говорит, вера – это моя жизнь, это вот, как я отношусь к этому. Вот на этом основании я способен тогда приказывать обстоятельства. То есть я знаю, кто я во Христе. Да, аминь, аминь, аминь. Дорогие, я уверен, что, понимая божественный мир, понимая вот этот покой Божий, в который вводит нас переживание любви и сердце Небесного Отца, способно преодолевать, помочь нам преодолевать всякие бури в сфере финансов, в сфере исцеления, какого-то демонического давления, мы желаем вам с пастором Сергеем жить в шаломе, в божественном мире, который превыше всякого ума человеческого, в котором совершаются чудеса. Меня зовут Ольга. Это моя младшая дочь Руслана. И мы хотели поделиться свидетельством божественного исцеления того чуда, которое Господь совершил в нашей жизни. Около двух лет назад у нас было заболевание глаз, которое называется халязия. Это такое новообразование, которое вырастает, получается, на нижнем веке. Оно где-то размером с большую горошину, которая всё время мешает вообще просто в жизни ребёнку, потому что это болезненно, это некрасиво. И самое ужасное, что это влияет на зрение. То есть это заболевание распространяется на оба глаза, если его не лечить. И когда уже было всё критично, мы поехали на операцию, и под общим наркозом всё это благополучно удалили. Мы такие радостные и счастливые прожили так полгода без всяких проблем. И получилось, что через полгода заболевание возвращается, и опять на глазу новообразование. Но в сердце своём я верила, что так как мы с Богом, мы уже давно за всё заплачены на кресте, то есть Господь забрал наши болезни, наши какие-то переживания, и верила, что всё будет хорошо. И мы не ехали на операцию. И как-то однажды на домашней группе мы решили помолиться за это. Мы просто взяли елей, помазали вот эту вот болячку под глазом, и просто произошло чудо, что через 2-3 недели она просто засохла и отвалилась. И до сих пор у нас всё хорошо со зрением, и это заболевание больше не возвращается, не беспокоит нас. Субтитры создавал DimaTorzok